Легендарный казак Константин Недорубов в бронзе появился в центре Волгограда. Памятник полному георгиевскому кавалеру и герою Советского Союза открыли сегодня на территории Мемориально-исторического музея. Автор монумента – известный скульптор Сергей Щербаков. Его работы находятся не только в регионах России, но и далеко за ее пределами. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Прошлым летом во дворе Мемориально-исторического музея открыли памятник в форме Георгиевского креста. Он появился к 100-летию Первой мировой войны. Но уже тогда говорили, что эта композиция незавершенная. Уравновесить ее должен монумент легендарному казаку Константину Недорубову, полному георгиевскому кавалеру. Мы были в прошлом году, когда показывали макет этого памятника, когда было открытие креста к столетию войны. И вот мы увидели макет и дождались, что его поставили. И очень рады. Сразу видно, что казак, выправка, герой. Полный бант Недорубова – это георгиевские кресты всех четырех степеней. Их он получил за участие в Первой мировой. Константин Недорубов был начальником разведкоманды и много раз отличался в дерзких вылазках в тыл врага. В одной такой казак из-под Царицына пленил больше полусотни австрийских солдат. В другой раз командой группы захватил вражеский штаб. Ваять такую фигуру было и увлекательно, и легко, говорит автор памятника. Идея такая была. То есть показать его полным сил, молодым. Вот именно когда он стал полным георгиевским кавалером. Не осталось фотографий таких молодого его. Одну фотографию я нашел только. После Первой мировой Константин Недорубов прошел еще и гражданскую войну. Оборонял Царицын, сражался на Дону, на Кубани и в Крыму. Был тяжело ранен. К началу Великой Отечественной Константину Иосифовичу было уже за 50. Возраст не призывной, но он присоединился к народному ополчению. И вскоре стал командиром эскадрона, который отчаянно сражался на Кубани. Внезапные налеты бойцов Недорубова, например, у села Маратуки, уничтожили около 800 солдат противника. Сам командир ликвидировал почти сотню фашистов. Несколько роняний и в 1943-м казак Недорубов стал еще и героем Советского Союза. А старость провел тихую и скромную. Мог бы свою старость встретить где-нибудь в столичных больших кабинетах, но он любил свою родину и скромно, даже когда умер, завещал себя оставить на своем кладбище в станице Березовской. Но это не значит, что люди, которые его окружали, должны были бы спокойно смириться с таким вот спокойным уходом человека из жизни. Одно время во дворе музея стоял бюст Недорубова, но такая персона достойна быть отлитой в полный рост из бронзы, считают многие. Желаю нашим органам культуры области города Волгограда вспомнить и о тех полных георгиевских кавалерах, которые на территории нашей земли родились, жили, прославили нашу землю. И я надеюсь, что такие памятники великим нашим казакам-землякам появятся и в будущем. Автор памятника Сергей Щербаков говорит, что эта работа шла на удивление легко. Не было ни организационных сложностей, ни проблем с материалами. Видимо, настало время казаку-легенде занять свое место в самом сердце Волгограда. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.